Здравствуйте! Начнем сегодня разговор о том, с чем уж точно сталкиваемся каждодневно, и без чего даже невозможно представить себе нашу обыденную жизнь. Поговорим о посуде. Человек должен есть ежедневно. Еду он готовит в посуде и ест также из посуды. Однако еда бывает разной, и в истории человечества мы также видим некую эволюцию еды, а вместе с ней и посуды. Понятие «посуда» прочнее всего ассоциируется с керамикой. Но ведь что-то было у человека и до керамических горшков и мисок. Ну да, наши самые далекие предки пользовались листьями, плоскими раковинами, кусками коры, выскобленными наподобие лопаток костями. Ведь могли они и вовсе обходиться без посуды, а тем более без столовых приборов. Похоже, что примитивная палочка-шампур, на которой поджаривался на костре кусок мяса, это предок столовых приборов во всем их нынешнем разнообразии. Так вот, керамика. Конечно, появилась она на определенном этапе истории человечества. Но, что примечательно, ее появление не затронуло весь человеческий род целиком. Так называемые бескерамические культуры были всегда и везде. Например, племенам охотников и собирателей, живущим в дебрях джунглей, посуда вообще не нужна. Их образ жизни и в наши дни дает нам наглядную возможность представить себе, как жил человек до появления печного горшка и металлической кастрюли. Вот народ Маори в Новой Зеландии. Он запекал мясо в земляных печах, а также варил мясо и рыбу в полотняных мешочках-гейзерах. На севере чукчи, коряки, а также племена скотоводов горных и степных районов Сибири использовали кожаную утварь. А манси, камчедалы, чубаши – преимущественно деревянные. Якуты и венки – берестяные. А вот скудный арсенал столовой утвари племени пигмеев составляла посуда из курлупы страусовых лис. Что же получается в итоге? А то, что прочно вошедшее в посудный канон керамика, вовсе не обладает монополией в кухонной традиции человечества. Сам термин «керамика» происходит от греческого слова «керамос», то есть «глина». Глине принадлежит совершенно особая роль в создании человеческой культуры. В древности ее называли «живой». Из глины можно вылепить практически все, что формирует среду обитания человека. Горшки и почти любую посуду. Первые книги, глиняные таблички и греческие черепки-остраконы. Целые дома и их важные конструктивные части – кирпич и черепица. Из глины можно лепить игрушки и скульптуры. Поэтому неудивительно, что глиняные черепки – это подчас то немногое, что осталось от древних культур. У многих древних народов гончарное ремесло вызывало священный трепет. Бывало, что гончары даже составляли особую священную касту. В горшечнике видели образ бога, творящего людей, или все мироздание из глины. Вот, например, египетский бог Плодородия Хнум. Он создает человека и весь мир из глины на гончарном круге. Подобные мифы существуют в самых разных культурах Старого и Нового Света. Древний гончар – не обязательно мужчина. Заниматься божественным ремеслом в глубокой древности могли и женщины. Таких искусных гончариц и по сей день можно встретить в некоторых африканских племенах. Как могло зародиться гончарное ремесло? Конечно, определенно ответить на этот вопрос никогда не удастся. Но вот существует предположение, что гончарство появилось благодаря случаю. Возможно, когда-то корзина обмазанной глиной ненароком попала в костер. Сама корзина сгорела, а глина затвердела. Впоследствии люди так и поступали. Специально обмазывали корзины глиной и после обжига получали сосуды. До этого из глины люди делали только небольшие ритуальные статуэтки. Остатки самых древних горшков и других керамических изделий были найдены археологами в Восточной Азии. В Китае обнаружили черепки от сосуда, которому 18 тысяч лет. Эти почтенные остатки признаны древнейшим гончарным изделием в мире. Первые изделия из обожженной глины – древнейшие свидетельства о самых ранних цивилизациях. Это грубые, неправильные формы горшки для приготовления пищи. Дно этих горшков было округлым и даже заостренным. Пища готовилась на примитивных очагах и сложенных вместе камней. Горшок с округлым дном попросту устанавливался между камней очага. В эпоху позднего палеолита, это где-то около 10 тысяч лет назад, появились горшки с плоским дном. Затем в эпоху неолита на поверхности глиняных изделий возник орнамент. И, наконец, около 8 тысяч лет назад уже пошла роспись по керамике. Прекрасные образцы сосудов, украшенных геометрическими и зооморфными мотивами, во множестве находят в Иране, Ираке и Турецкой Анатолии. Особое значение гончарное дело приобрело в эпоху Бронзового века, когда был изобретен гончарный круг. Это произошло, как предполагают, около 6 тысяч лет назад. Кроме того, в государствах Египта и Междуречья была изобретена и глазурь, особая стекловидная паста, покрывающая керамические сосуды. Гончарный круг – это на самом деле не один круг, а два, нанизанные на одну вертикальную ось. Нижний круг, сделанный из камня для большей инерции, вращали ногами. На верхний клали заготовку из сырой глины. Круг – великое изобретение. Он позволил получить керамические изделия в правильной форме. А добавление в глазурь солей металлов позволило придавать керамике определенный цвет. Найденные археологами при раскопках древних египетских городов глазурованные глиняные предметы порой являют собой настоящие произведения искусства. Однако гончарный круг не является непременным условием для производства керамической посуды хорошего качества. В доколумбовых культурах Америки изумительные керамические изделия делали и без гончарного круга. Случайно это или не случайно, но гончарным ремеслом там обычно занимали женщины. Мастеровитые индейские дамы тщательно готовили глину, смешивая ее с морскими раковинами, песком, растительными материалами и другими добавками для обжига. Затем они лепили глиняный блин, который служил основанием сосуда. После этого дама-гончарница накладывала друг на друга такие глиняные колбаски и тщательно притирала их. Убедившись, что сосуд обрел равномерную толщину и поверхность его ровная, они обстукивали свое творение палочкой для придания ему окончательной формы. А затем готовый сосуд помещали в неглубокую яму, накрывали слоем древесины и поджигали ее. Температура в этих печах была весьма высокой – порядка полутора тысяч градусов. После обжига поверхность этого гончарного изделия полировалась специальным камнем. В Южной Америке мастера культуры Чивин – это первое тысячелетие до нашей эры, до 250-го года – создавали великолепные полихромные керамические сосуды. Изучение чивинской керамики выявило два типа сосудов – многогранный с вырезанным изображением и округлый с окраской. Традиции чивинских мастеров продолжили мастера-гончары цивилизации Паракас, а потом Наска, расцвет которых пришелся на три последних века до нашей эры и семь первых столетий нашей эры. Еще большего совершенства достигло керамическое производство преследующей цивилизации – Мочика, существовавшей с первого по восьмое века на побережье Перу. Свои сосуды Мочика делали в виде человеческих голов и фигур. Важные центры керамического производства существовали у ацтеков и майя, а также у их соседей – апачей, криков и чайенов. Однако всех затмили своим мастерством индейцы Пуэбло, проживающие на юго-западе США. И по сей день мастера Пуэбло создают удивительные образцы лепной керамики с примечательными геометрическими и зооморфными орнаментами. Так что керамисты могут с успехом обходиться и без гончарного круга, если захотят. А вот какая посуда вошла в историю с гончарного круга, об этом вы узнаете в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok